В эту пятницу и субботу любой желающий может пройти флюорографическое обследование в областном противотуберкулезном диспансере. Акция приурочена к Международному дню борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечается 24 марта. Организатором мероприятия выступает региональное министерство здравоохранения. Вдохнуть и не дышать. Такие слова медикам диспансера в эти пятницу и субботу приходится произносить намного чаще. Это и не удивительно, ведь в регионе проходит День открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Любой желающий может прийти, сделать флюорографию. Акции ежегодные и медики убеждены в ее пользе. Тем более, что мероприятие не ограничивается лишь одним рентгеном. Некоторые даже не понимают, что такое туберкулез. Мы доводим до жителей нашего региона. Также у нас проходит, кроме этой акции, что мы проводим профосмотры, мы проводим беседы в школах. Мы рассказываем в училищах, мы рассказываем о развитии пути заражения. Конечно, это большая польза. Вдохнуть и не дышать. По итогам 2023 года число впервые выявленных больных туберкулезом в нашей области составило 348 человек. Почти на 60 больше, чем в 2022. Повышение показателей произошло за счет раннего выявления при профилактических осмотрах. Зато смертность сократилась на 35 с лишним процентов. Что касается возрастных категорий, то чахотка обнаружена у 13 детей, а также трех подростков. И медики отмечают, что туберкулез давно перестал быть болезнью маргиналов или людей в возрасте за 40. Им запросто могут заболеть вполне благополучные граждане. Молодежь особенно. Она старается как-то обеспечить будущую жизнь. Она пытается работать. Постоянно не досыпает. Покушает бывает там. Перед сном, если успеет поесть. Нарушение диеты какой-то. Кто-то хочет худеть, начинает, понимаете. То есть недоедает, чтобы девушка, например, та же самая. У нас были такие тоже личности. Напомним, что по последним данным в Тверской области на учете стоит 698 больных туберкулезом. За последние пять лет показатель распространенности этой болезни сократился в два раза. Однако почивать на лаврах не стоит, отмечают врачи. Призывая население как минимум раз в два года проходить профилактику. Ну и, конечно, вести правильный образ жизни.